Вы смотрите Ертасахпарат. Аттестаты зрелости. В этом году их вручили 1422 повладарским школьникам. По этому случаю в учебных заведениях города прошли торжественные мероприятия. Наша съемочная группа посетила одну из повладарских школ и узнала, как проводятся подобные мероприятия в условиях пандемии. Наступила пора долгожданных выпускных. Одна из передовых школ Павлодара, 10-я гимназия для одаренных детей имени Абая, с гордостью отправляет во взрослую жизнь свой 83-й выпуск. Из 40 выпускников школы трое отличников стали обладателями знака Алтенбельга и 8 успешно подтвердили красный аттестат. Так как сегодняшнее торжественное мероприятие проводится во время пандемии, строго соблюдаются все санитарные и эпидемиологические требования. Мы отказались от привычных фееричных празднований, но в любом случае со своей стороны постарались провести памятное и почетное вручение аттестатов нашим выпускникам. Мы с пониманием относимся к сложной ситуации в мире, поэтому наше вручение проходит в скромном ключе. Обладатель Алтенбельга Ахмед Яирки Булан, будущая IT-сфера страны, поделился своими ощущениями по поводу окончания школы. Сегодня заканчиваю школу. Немного волнительно, конечно. Впереди у нас идет большая жизнь, но с другой стороны радостно, что закончил школу с отличием. По требованиям школы для соблюдения социальной дистанции в этом году на вручение могли присутствовать только по одному родителям выпускника. В первую очередь, конечно, спасибо учителям, которые вложили в труд воспитания нашего ребенка, не только нашего ребенка, но и всех этих талантливых детей, которые сегодня выпустились. Я очень рад за всех родителей. Я желаю всем большой светлой дороги в этой жизни, чтобы все, что задумали, все, что сбылось. Пандемия ввела свои коррективы в прежний устрой общественной жизни и не обошла стороной школьное образование. В связи с этим ученики переходили на дистанционное обучение и вернулись к традиционному режиму только во втором полугодии. А ежегодное национальное тестирование перешло на электронный формат, при котором учтены намеченные санитарно-эпидемиологические правила и допускается его повторная сдача.